Добрый вечер на ТВ8 новости. В студии Юлия Будич. Сегодня говорим о главном. Прокуратура обратилась с официальным запросом в Соединенные Штаты об экстрадиции бывшего лидера демократов Влада Плохотнюка. Весь пакет документов и материалов необходимых для данной процедуры уже отправлен в компетентные органы. В Бельцах коронавирус подтвердился у нескольких служителей церкви. Глава клинической больницы нам подробностей не сообщила, а епископ Маркел был госпитализирован. Первый день после открытия кафе и ресторанов в одном из питейных заведений в самом центре столицы было особенно шумно. Посетители веселились вовсю, правда без защитных масок. И это возмутило очевидцев, которые и вызвали полицию. Мы подробнее расскажем в выпуске. Генеральный прокурор Александр Стоиногл обратился в компетентные органы США с запросом выдать бывшего лидера ДПМ Влада Плохотнюка для привлечения его к ответственности в Молдове. Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-релизе. Весь пакет документов и материалов необходимых для данной процедуры уже отправлен. В то же время антикоррупционная прокуратура недавно направила американским властям запрос о создании комиссии для проведения расследований по некоторым делам, в том числе в отношении активов Плохотнюка в США. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и участии в организованной преступной группе. За это экс-демократу грозит до 15 лет тюрьмы. Его адвокаты настаивают, что дело против их клиента носит политический подтекст. Из Молдовы Плохотнюк уехал в США, где обосновался в Майами. Накануне стало известно, что его запрос на политическое убежище в США отклонили. Фейковый вброс или реальный разговор? Одной из обсуждаемых сегодня тем стала распространенная в публичном пространстве аудиозапись. На ней голоса, схожие с голосами Игоря Дадона и Иона Чубана, обсуждают вариант отмены результатов местных выборов, на которых победил Андрей Настась. Разговор якобы состоялся 15 июня 2018 года. Как глава государства, так и столичный городоначальник отвергли свое участие в этой записи, заявив, что она поддельная. А лидер ППДП в свою очередь отметил, что обратился к генеральному прокурору с просьбой инициировать по данному факту расследование. Аудиозапись поступила на электронную почту редакции ТВ-8 от анонима. На ней голос, похожий на голос Игоря Дадона, предлагает оспорить результаты голосования в суде в связи с допущенными нарушениями. То ли пранкер, то ли чабан колеблется, но в итоге соглашается. Комментарий главы государства не заставил себя долго ждать. Игорь Дадон назвал появившуюся аудиозапись очевидной фальшивкой, подчеркнув, что на ней не их с чабаном голоса. Кажется, люди забыли, кто принял решение приостановить мандат Настаси и имел все рычаги для этого во время режима Плохотнюка. Мы уведомим прокуратуру о необходимости проведения расследования в отношении тех, кто совершает и продвигает такие подделки, написал Дадон на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что подобных вбросов еще будет много в условиях приближения избирательной кампании, а те, кто стоит за ними, ответят перед законом. И Ион Чабан выразил уверенность, что появление этих записей связано с избирательной кампанией, неофициально начато некоторыми лицами. Городоначальник заявил, что потребует расследовать случай. И тот факт, что наши голоса не похожи, тоже вызывает подозрения. А также контекст появления аудиозаписи. Мы все знакомы с тем периодом и тем, как тогда принимались решения. Правоохранительные органы должны высказаться, отметил Чабан в соцсети. Прокомментировал появившуюся аудиозапись и Андрей Анастаси. На специально созванной для этого пресс-конференции он обратился к генпрокурору с требованием расследовать случай. Обращаюсь к генеральному прокурору. Сколько еще подобных доказательств вам нужно, чтобы понять серьезность бездействия и молчания генеральной прокуратуры? Требую уголовного преследования Дадона, Плохотнюка, Чабана и всех соучастников, включая судей, причастных к совершению ими преступлений. В генпрокуратуре, между тем, утверждают, что запросов пока не получали и приступят к изучению фактов только после его поступления. Напомним, мандат мэра Андрея Анастаси, избранного в 2018 году, был отменен из-за обращения социалистов. Высшая судебная палата оставила в силе решение столичного суда и апелляционной палаты. Однако осенью 2019-го решение было пересмотрено. Анастаси стал официально мэром Кишинева на один день. Офисы Демпартии. Сегодня там протестовали пенсионеры, сторонники партии ШОР. Манифестанты потребовали не закрывать социальные магазины. Люди говорят, что торговые точки могут ликвидировать по просьбе Павла Филиппа. Весь свой гнев толпа обрушила на первого увиденного на своем пути демократа. Пенсионеры говорят, что не знают, откуда появилась информация о закрытии социальных магазинов. Признались, что так им сказали в партии, поэтому они и пришли протестовать против. Для того, чтобы отменить указание Филиппа, господина Филиппа, об отмене социальных магазинов. Было такое указание? Ну да, раз мы здесь собрались, но это не просто так мы собрались. В Рясанькиды магазины... Кто вам сказал, что хотят закрыть социальные магазины? Как кто? Вот госпожа, Марина, депутаты, все. На протесте присутствовали и представители партии ШОР, которые ждали кого-то из демократов на разговор. Однако, поскольку никто так к ним и не выходил, Марина Таубер принялась взывать к совести Павла Филиппа из-за забора. Вешал бы ты хоть раз из своего кабинета. Люди умирают с голодом. У людей нет денег. Увидев в итоге одного из представителей демпартии, толпа ринулась к нему. Тем более, что машина была припаркована незаконно посреди дороги. Призываю учиться у ДПМ. Что значит социал-демократия? Что значит заботиться о людях? В итоге демократ перепарковал свое авто. Протестующие выразили негодование и бездействие полиции. Руши нет! Руши нет! Девчонки пачкать не миг! Девчонки, но реакция у нас! Лидер ДПМ прокомментировал сегодняшнюю акцию. Вот мы и дожили, чтобы увидеть это. Партия ШОР организовывает акции протеста против ДПМ. Наверное, лучшая демонстрация того, что партия очищается, что расхитители миллиардов покинули политформирование, что мы просто на разных баррикадах. Несколько дней назад в интернете появилась аудиозапись, которая, как утверждается, была сделана на одном из заседаний ДПМ. На ней Павел Филипп говорит, что социальные магазины Мэри ШОР должны быть закрыты, а для этого инспекция труда устроит проверки. Всего в стране 127 открытых партий ШОР магазинов. В своем первом интервью после выхода из тюрьмы Вячеслав Платон огласил список тех, кто, по его мнению, участвовал в краже миллиарда. Так на тот момент министра экономики Андриана Канду он назвал архитектором банковского мошенничества. За организацией процесса, как утверждает Платон, стоял Денис Бланов, близкий друг Илона ШОРа, которого он же представлял в суде. ШОР якобы выделял денежные суммы и бывшему премьер-министру Юрию Лянко. Первые два упомянутые Платоном политик обвинения отвергают. Отмечая, что тот действует в интересах социалистов. Мнение Юрия Лянко нам узнать не удалось. Канду в первую очередь. Архитектор. Архитектор кражи миллиарда. Архи-те-ктор. Да он скажет, что я был министром экономики и проголосовал всю правительство. Я представлю доказательства, что он непосредственно все это сконструировал. Он давал указания. Есть документы против Андриана Канду? Будут документы. И документы, и показания подельников, соучастников. Все будет. В списке Платона фигурирует и адвокат Илона Шора Денис Уланов, ныне депутат парламента, а также экс-глава кабинета министров Юрий Лянко. Уланов какую роль играл? Организационную. Организационную он везде. Бегал с документами, оформлял, договаривался, работал со свидетелями для того, чтобы увезти следствие в другую сторону. От имени Шора? Управлял фирмами. А Лянко вы что собираетесь предъявлять? Взяточничество. Коррупцию. Кто давал взятку? Сколько? За что? Илан Шор. Сколько? Ну, те 50 тысяч мы видели. Есть еще 300 тысяч. Есть доказательства? Да. Есть. Вы можете детали раскрыть? Какого рода доказательства? Разговор Шора, в котором он об этом говорит. В ответ депутат от партии Шор заявил, что пуская подобную информацию, Платон подыгрывает социалистам. Платон и справедливость – это категория абсолютно несовместимая. И с первой своей минуты нахождения на свободе он взял на себя роль следователя, прокурора, судьи, а уже фактически адвоката партии социалистов. Не остался в стороне от обвинений Платона и Андриан Канду. В своем комментарии лидер про Молдову был резок. Рейдер номер один в СНГ превращается в прокурора на телевидении. Сценарий и цель понятные. Беном Дадон Платон в действии для получения второго мандата президента, написал Канду на своей странице в Фейсбуке. И если подробно рассказал о банковском мошенничестве, то на вопрос о деле ландромата, в котором проходит в качестве обвиняемого Платон, в подробности вдаваться не стал. Невозможно было поверить, что деньги входили. Вы хотели бы из того, чтобы этого не видел Нацбанк. А под чьим контролем у нас Нацбанк находился? Не вы ли сами говорили про Драгуцана? Вы не хотите отвечать на этот вопрос? Я вам в прошлый раз говорил, повторяю еще раз, у меня сестра сидит в Москве. В Генпрокуратуре нам заявили, что не комментируют заявление бывшего банкира. Накануне Платон вышел из тюрьмы по запросу генерального прокурора. Ранее Александр Стояногло заявлял, что в деле Платона содержатся ложные показания. Его следует тотально пересмотреть. В декабре 2018-го бывшего банкира приговорили к 25 годам заключения. Это общий приговор по двум делам. О мошенничестве в Банке декономии и страховой компании. Платон утверждает, что уголовные дела против него сфабриковал бывший лидер Демпартии Влад Плохотнюк, который вместе с Иланом Шорм реальные бенефицары украденного из молдавских банков миллиарда. На 200 больше, чем накануне, коронавирус продолжает поражать население нашей страны. Из полторы тысячи обработанных в течение дня лабораторных тестов, 375 оказались положительными. Из них треть приходится на Кишинев. За столицей следуют Бельцы и Камрад. Утром Минздрав сообщал о шести скончавшихся пациентах с диагнозом COVID-19. К вечеру число жертв коварной инфекции увеличилось еще на 6 человек. Большинство страдали от хронических заболеваний, сахарный диабет, повышенное давление и ожирение. Общее количество зарегистрированных за все время случаев коронавируса и инфекции в Молдове перевалило за 12 тысяч. 423 человека умерли. У епископа Бельцы и Фалешт Маркелла, который ранее заявлял, что коронавируса не существует, был обнаружен COVID-19. Сейчас служитель церкви проходит лечение в стационаре. В клинической больнице Бельц, как сообщает портал Nord News, находятся еще 4 священника. Двое из них в тяжелом состоянии. Замдиректора клинической больницы Бельц не стала сообщать подробности о заразившихся священниках. В больнице граждане получают лечение. Все эти люди находятся в качестве пациентов. У нас нет категории по профессиям. По информации портала Nord News, среди госпитализированных священнослужителей, у которых был выявлен коронавирус, и епископ Бельц и Фалешт Маркелл. На наш телефонный звонок он ответил, но попросил перезвонить. Я не могу сейчас говорить. Я под капельницей. Прошу прощения, перезвоните. Мы связались с епископом позже, но говорить о своем самочувствии он не стал. До недавних пор епископ Маркелл всячески отрицал существование коронавируса, являясь приверженцем теории заговоров. Он настаивал, что за вакцинацией людей от коронавируса на самом деле скрывается массовое чипирование. Волк в овечьей шкуре хитер как никогда и предлагает всех излечить от коронавируса спасительной вакциной. Ранее Бельская и Фалешская епархия пожертвовала на борьбу с коронавирусом в северной столице почти 5,5 тысяч леев. С начала эпидемии COVID-19 в Молдове двое священнослужителей скончались от осложнений, вызванных инфекцией. По официальным данным, по меньшей мере у десяти тесты показали положительный результат, но все они успешно прошли лечение. В разгар эпидемии COVID-19 приходится бороться не только с бушующим вирусом, но и с небылицами. Врачи отделения интенсивной терапии Республиканской клинической больницы заявили, что пациенты отказываются получать лечение от коронавируса, опасаясь, что их чипируют. Медики объясняют это тем, что из-за острой нехватки кислорода у тяжелобольных могут возникать помутнения сознания. В то же время число пациентов в тяжелом состоянии продолжает расти. В РКБ практически не осталось свободных коек в реанимации. Много тех, кто верит в чипирование и фейки, попали к вам. Да, есть и такие. В крайне тяжелом состоянии бредят и устраивают истерику. Каждый укол воспринимают как введение чипа. Некоторые пациенты в таком состоянии отказываются от лечения. Как следствие, их самочувствие резко ухудшается. Сейчас у нас два таких пациента. Они сопротивляются. Тяжелые случаи COVID-19 с дыхательной недостаточностью могут привести к церебральной гипоксии. У 70-80% происходит помутнение сознания. Возможно, они что-то читали о чипировании. Теперь при нехватке кислорода эта информация всплыла в сознании. Ранее главы нескольких международных организаций в сфере здравоохранения опровергли все предположения о так называемых чипах, которые якобы вживляют под видом вакцины от коронавируса. Несколько недель назад в распространенном пресс-релизе Молдавской метрополии также говорилось, что под видом лечения от коронавирусной инфекции пациентам якобы будут вживлять микрочипы, которые реагируют на волны, передаваемые технологией 5G. Психиатрия этим не занимается, заявил глава Национального агентства общественного здоровья, комментируя предположения представителей метрополии. Тем временем глава отделения интенсивной терапии РКБ говорит, что сейчас все больше пациентов поступают в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. У нас 52 человека в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Есть и те, кто идут на поправку. Но если в начале пандемии к нам поступали тяжелобольные, сейчас почти 90% в критическом состоянии. Врачи едва справляются с таким наплывом заболевших. Это список необходимых процедур для пациентов интенсивной терапии. Посмотрите сами. Как медику не задыхаться? Это все проделывает врач каждый день. Если это все умножить на 10 минут, времени не хватит. На прошлой неделе в Молдове было выявлено больше 2000 новых случаев коронавируса. Накануне премьер-министр Юнкику заявил, что страну может охватить вторая волна COVID-19. А число новых заражений может дойти до 600 подтвержденных случаев в день. Веселье с первого дня отмены ограничений в одном из питейных заведений в самом центре столицы. Минувшей ночью было шумно. Там вовсю гуляли посетители на радость долгожданного открытия. Песни, пляски, музыка на полную мощность, но не намека на социальную дистанцию или защитные маски. Недовольные происходящим очевидцы вызвали полицию. В правоохранительных органах заявили, что случай задекларировали. А вот администратор заведения факт нарушения отрицает. Все действие происходило на одной из террас по улице Штефана Чалмари. На кадрах, снятых очевидцев, видно, как тамошние посетители сидят вплотную рядом, танцуют, поют и веселятся по полной. Громкая музыка разносилась по всей округе. Однако полиция шум не слышала. Лишь после того, как в единую службу 112 обратился прохожий, в ситуацию вмешались стражи порядка. Запечатлевший происходящее на камеру рассказал, что полицейские не устроили проверок, но музыку выключили, а посетители ушли в освояси. Сегодня нам заявили, что правоохранители изучают все обстоятельства, произошедшего в частности, соблюдает ли экономический агент санитарно-эпидемиологические правила. Наша съемочная группа отправилась сегодня в это заведение. Там нас заверили, что общественный порядок не нарушался и правила были соблюдены. Кайса, как вчера вечером в вашем ресторане, бурно что-то отмечали. Никакой дистанции, без масок, очень много людей было на улице, танцевали, веселились. Не знаю, это какая-то провокация. Администратор подойдет с ним поговорить, хорошо? Дождались мы и прихода администратора, который предоставил нам свою версию. Люди за столом не обязаны быть в масках, насколько я понимаю, насколько были выставлены правила. Они танцуют, они не за столом. Ну окей, они танцуют у своих столов. Дистанция у нас соблюдается, вы можете посмотреть, есть полтора метра между столами, как нам выставлены были правила. Соблюдены все остальные правила, что касается расстановки дезинфектантов для гостей, для персонала. Весь персонал в масках работает. А тут людей намного больше, чем три, даже если взять вот за одним столом, посмотрите, тут их много. Там по четыре человека было. Я вчера в это время здесь был и с полицией разговаривал. Больше у меня комментариев нет. Полиция ничего не сказала, не выявила нарушений? Нет, ну давайте так, мы будем еще с полицией по этому поводу общаться. Напомним, с 15 июня после трехмесячного перерыва заведение общепита возобновили свою деятельность. Однако они должны соответствовать строгим правилам. Среди них соблюдение физического расстояния в полтора-два метра между посетителями и максимум четыре человека. За одним столом, если они не приходятся друг другу родственниками. Дра в асфальте, прямо у парадной, несколько жителей столицы вынуждены перешагивать через огромную пробоину, которая образовалась у их порога. По словам наших собеседников, несколько дней назад во дворе прорвало трубу, и вся вода сотки лилась под несущие стены. Владелец частного жилища говорит, что под угрозой не только его семья, но и соседи. Ведь все это время, пока работники муниципалитета пытаются устранить проблему, жильцы остались без воды и без возможности пользоваться канализацией. Это моя квартира. Видно, что мы повисли в воздухе. Я не могу попасть в дом. Но даже так боюсь, потому что стены висят. Все произошло на улице Букурешть, в самом центре столицы. После сильнейшего ливня стены буквально нависли над ямой. К нам после ливня стекалась вся вода. Что-то произошло на трассе, они обещали до завтра сделать. Утром этого не было. Все попытки обратиться за помощью в АПКанал не принесли результатов. Спустя два часа приехала бригада. Они сказали, что работают до восьми вечера и уже слишком поздно. Вода все это время лилась под землю. Здесь произошел обвал, а здесь лопнула труба. Видно, что там еще много воды. Утром на место приехали работники предприятия АПКанал. Один из них упал в яму, поэтому работы прекратились. Упал за секунду вниз. Он пострадал? Да, мы принесли йод. Приехали, посмотрели, только тронули люк и упали. Позвали других, кто по канализации. Они сказали, что нужна инспекция из притуры, что ничего не могут сделать. У нас нет воды, потому что лопнула канализационная труба. У нас 13 квартир, остались без воды и канализации. Все они посмотрели на часы и сказали, что перерыв на обед. Я спросил, что делать. Мне сказали сидеть и ждать. Обещали дать воду, а смысл, если нельзя пользоваться канализацией? Куда все это будет литься? В яму? Это не наша проблема. Сегодня прибывшие на место представители АПКанала пообещали устранить все неполадки в ближайшее время. Возможно, там была скрытая утечка. Грунт стал мягким и обвалился. Нужно возобновить подачу и канализационную сеть, чтобы дать потребителям воду. Из-за разгула стихии в минувшее воскресенье в одном из дворов на Буйканах тоже обвалился грунт. К счастью, никто не пострадал. Однако под завалами оказались несколько автомобилей. Это все новости на сегодня. Я напомню, если вы стали очевидцем важного события, или у вас есть интересное видео и фото, присылайте все в редакцию ТВ8. Не забывайте следить за своим самочувствием. Далее смотрите прогноз погоды и курс валют. Увидимся завтра в 22.45. Всего доброго и хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин